вот друзья к нашему разговору о небоскребах значит о чем мы там договорились там у них пока в компании небольшие потребности и мы им пошлем несколько кандидатов на то чтобы там коротенько потестировать нам на на восемь недель у них проект вручную там культурненько на мобил очках это видео аппликейшн такой вот сейчас много таких особенно в азии они увлекаются а так дальше я им объяснил что у нас интерес такой чтобы на ротейшнл бэйсис там сидела постоянно пару интернат вот и мысль это им тоже понравилось я разговаривал с кадровиком и с кей менеджер два китайца симпатичные ребят на сказать очень приятные вот так такая вот история когда мы в тенечке едем то лучше снимается же солнце явно против нас сейчас работает вот оно вот они железные колодцы где небоскребы небоскребы а я маленький такой так мы как я догадываюсь вы догадываетесь что мы выезжаем из города мы не просто так едем вот если солнце будет бить мне в глаза не мне я здесь вам в камеру будет бить солнце то мы тогда либо повернем ее на меня чтоб просто поболтать либо совсем выключим если поболтать не о чем хотя друзья может ли такое вообще случиться чтобы поболтать было не о чем да вот так чувствует себя человек прохаживающийся мирно по даунтауну а я у них копейку какого-то выпил знаете и у меня какой-то вот уж вроде полчаса прошло как-то осадок такой остался осадочек остался привкус насчет знаете вот впечатлений всяких я на днях показывал марину бялик женщину мы в школе когда-то учились но я закончил а она вот пришла в этот момент когда заканчивал а пришла в девятый класс и наша классная руководительница была их классная руководительница вот мать значит марина занимается хосписами и те из вас кто не посмотрел видео с мариной бялик вы обязательно должны его посмотреть это абсолютно невероятный человек и невероятная история и я считаю что это большая находка и удача для нашего канала короче история такая что когда марине было 15 лет она пришла в школу к нам 57 московскую а я в это время заканчивал 10 класс значит и мы набирали я участвовал в наборе в собеседовании для седьмого класса математического и вот поскольку там ее брат костя проходил собеседование а марина там вот с ним пришла и мы с ней так потрепались вот так чуть-чуть пару слов сказали но понимаете где было 15 мне было 17 и она так улыбалась на этим я до сих пор помню 43 года прошло вот чтобы чтобы все знали я до сих пор помню я его и марина говорю а вы но уже так за кадром я бы марина гонова вы помните как вы мне улыбались вот вас что-то осталось от этого или что она говорит вы знаете михаил у меня горит зрение такое это неважно и очки сильные и я поэтому когда смотрю так я так я таки всматриваюсь туда как-то сильно на это сказать напряженно туда всматриваюсь я думаю в облом слушайте 43 года я ходил с мыслью о том что произвел неизгладимое впечатление на очаровательную девушку 15-летнюю и вот на тебе до похожая история у меня была когда в истоке связи учился и как-то я иду но как-то меня люди оборачиваются улыбаются я пришел домой там недалеко жили 10 минут пешком там 15 я прихожу и госветка говорю ты знаешь что надо во мне есть такое вот люди мне улыбаются знаешь оборачиваются что-то такое она говорит да ты на себя посмотри я в зеркало я на себя смотрю в зеркало и выясняется что у меня ширинка расстегнута так мало того из нее торчит значит существенный по размерам кусок белой рубашки вот и я значит вот в таком виде расхаживал по москве вот так друзья самые светлые надежды могут обломиться так слушайте тут стоит человек который что-то регулирует причем сказать по-честному зачем он там нужен я не могу я я не по что он там делать что тут такое сложное это за развязка и небоскребы 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 так я понял они заезжают с улицы вот это справа улица называется буш буш это не связано с президентами бушами это отдельно так вот с этой улице буш они бы тогда не смогли вообще заехать если бы не этот добрый полицейский или кто он там есть так ну вот вам еще небоскребов пожалуйста вы хотите небоскребов их есть у меня вот пожалуйста вы друзья видите больше небоскребов чем я хочу вам сказать то что я то здесь редко бываю и так я знаю что они есть конечно но не больше того так значит напрашивается философская мысль вот мы снова улицу маркет сейчас пересекаем напрашивается философская мысль такого свойства что приехать в даунтаун это одна задача а уехать из него это другая и подчас не менее сложная да а тут красиво давайте я окошко открою так вам покажу без стекла посмотрите так ну пошел же ради бога а это то снова регулировщики с маленьком тут серьезно друзья серьезно да ну да они смотрят там когда место освобождается чтобы но чтобы мы не перекрыли улицу маркет а то сейчас народ пойдет вылезать и всю улицу перекроет они держат ее они держат ее для поперечного движения открытый хорошо вот у нас тут вот вам улица маркет во все ее красиво народ хорош такой памятник миленько я окошко открыл так знаете еще запах такой городских улиц очень интересный такой хорошо так ну давайте я окно закрою и вот на проезде вам улицу покажу на самом проезде так вот вы слышите друзья акцент специфический все что он сказал это народ давай вперед поджимайся там о чем мигает так ну наверное я окно тогда закрою я не чувствую больше возможностей открывающихся впереди по этой части интересно этот мне кажется зрелище а ну-ка я из-под моста выезжают мост сверху большой вот а я из-под него выезжаю и тут вот открывается такая перспектива можно сказать мы фотографически присутствует потому что тут динамики нет тут долго стоять не будешь а вот так вот посмотреть неплохо неплохо так вот мы пересекаем улочку симпатичная я извиняюсь если там трясется сильно но что делать без тряски никак не могу смотрите какие красоты у нас тут возвращаемся в салон чем удобно вот так пробки стоять можно камеру по кошка выставить снимать немножко так вроде появляются возможности дополнительные ну давайте в движении поглядим что у нас тут получится слушайте красиво не знаю как вам видно но у меня картинка очень красивая сейчас мы снова туда выйдем из-под моста вот смотрите симпатично правда и тут строится 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 со всех сторон там красивый тоже строится абсолютно всюду красиво и еще строится а вот друзья более-менее мне изгиб дороги позволяет включить камеру иначе ее слепило вот до этого момента слепило сильно солнышком и вы видите как мы выезжаем из города жилые кварталы видите там чуть подальше и я некоторое время ехал в чуждом мне направлении где весь трафик был создан какими-то людьми которые на мост должны были заехать а я вот с ними там торчал-торчал но наконец вырвался и вот попал на хайвей это уже хайвей он пока тут по мосточкам идет по городу но в общем-то это уже хайвей и мы движемся в сторону офиса вот я почему вам показываю с одной стороны город там красоты обшарпанность и так далее но с другой стороны просто чтобы вы представляли себе езду по городу вот сейчас ровно 4 часа 4 часа 2 минуты по полудни с другой стороны вы видите что люди едят аккуратненько никто так особо не не безобразничает так водитель у нас тут сознательный я бы сказал ну и в целом люди спокойные знаете как когда люди спокойные это совсем другой разговор вот конечно обычно то что вы с хайвея видите это далеко не самые замечательные места в городе и когда они там из своих окон тоже на хайвей смотрят хайвей это не лучшее что вы можете в городе увидеть из окна там собственного дома и даже офиса и даже офиса хотя не знаю какая то величественность присутствует да да вот мы и выходим уже более менее человеческий такой хайвей и я думаю что ничего такого существенно у нас тут в поле зрения больше не будет но если что вдруг будет так я сниму вы что думаете у меня тут камера стоит настроение хорошее тем более надо же с кем то поговорить тоже а что я так один еду в тишине а так я хоть с вами поговорю уже вроде как получается интеллигентный разговор вот люди в город въезжают видите слева что у нас тут творится так сейчас опять солнышко начинает против нас немножко работать я по этому камеру так подвернул да вот он говорит видите 101 на юг на Сан-Хосе это вот и есть то куда мы едем дорога идет вдоль залива давайте я так попробую показать заливчик ну как могу как мы это часть 101 хайвея справа нас обгоняет такой трачок с надписью дрейерс это мороженое хорошее хорошее дорогое из дорогих очень вкусно будет возможность рекомендую оно не такое дорогое чтобы там сильно дорогой просто подороже это это залив это не океан открытый а залив и справа тоже немножко водички есть но там совсем чуть-чуть подороже а впереди вы видите немножко слева такие красивые здания и за неимением там большого количества зданий соответственно кажется что они очень значительные а еще чуть левее я не знаю видно вам или нет там находится марина там катера паркуются если у вас будет катерок вот можете там запарковать так из надписей красивых вот вижу впереди хитачи на этих что-то не очень вижу так хитачи тоже неплохо правда выезжаем выезжаем за пределы городской черты можно сказать что уже совсем мы с городом здесь расстались завершая наше сегодняшнее путешествие друзья я хочу вам сказать а сейчас уже 4 27 да помните значит временные отметки 4 27 мы едем по тому же 101 хайвею в сторону туда в Сан-Хосе в сторону Кремниевой долины и вы видите соотношение трафика на пути туда и на пути навстречу нам вот навстречу нам люди движутся на Сан-Франциско а вот в нашем направлении они движутся на юг я хочу сказать что вот только я начал вам тут эти баки заливать а тут смотри что-то это замедление какое-то вот мы проезжаем через город Redwood City да ну нет более менее более менее трафик такой несущественный то есть вот в полпятого в эту сторону ехать нормально а в город уже видите как уже не так просто и там довольно медленно все это движется и довольно много автомобилей а у нас тут видите такой хайвейный коммунизм можно так сказать или можно сказать счастье всего человечества осуществление мечт едешь никто не мешает да ну что же мы вот на этом месте с вами и попрощаемся тогда с вами вот это как